Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Становитесь спонсорами на YouTube. Кнопка и ссылка под видео. 21 июля Национальный банк Украины НБУ объявил о ряде существенных изменений, скорректировав официальный курс гривны и установив новые лимиты на банковские операции. Об этом уведомляет Форклог. Регулятор установил курс на уровне 36,5686 гривны за доллар, изменив его сразу на 25%. С начала войны фиксированный курс от НБУ составлял 29,25 гривны за доллар. Такое решение в Нацбанке объяснили изменением фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США по отношению к другим валютам. С 28 июля НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту при условии будущего размещения на депозите сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения контракта. Ежемесячный лимит – 50 тысяч гривен в эквиваленте. НБУ установил ряд новых лимитов для физлиц. Ограничения на снятие с гривневых платежных карт изменили с 50 тысяч гривен в месяц на 12,5 тысяч гривен в эквиваленте в неделю. Пи-ту-пи-переводы за границу с карт украинских банков уменьшили со 100 тысяч до 30 тысяч гривен. Лимит на расчеты по гривневым картам за рубежом установили в размере 100 тысяч гривен ежемесячно. Также банк сохранил учетную ставку на уровне 25%. Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами, позволяющими экономике выстоять, подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако эти изменения существенно скажутся на многих украинцах уже сейчас. С начала российского вторжения миллионы граждан вынуждены были покинуть страну и до сих пор находятся за границей. Ограничения НБУ могут привести к всплеску интереса украинцев к криптовалютам, заявили Forklok.ua, основатель биржи Куна Михаил Чабанян. Ожидаем увеличение оборота и использование криптовалют. В Европе 100 тысяч гривен – это вообще ни о чем. Чабанян также полагает, что лимиты НБУ станут помехой для волонтеров, так как большая часть различной помощи покупалась с карт украинских банков, принадлежащих физлицам. Теперь эти потоки полностью переключим на крипту. У нас в фонде Aid for Ukraine есть полностью независимая инфраструктура для доставки гуманитарных грузов, независимые финансы, логистика и склады в ЕС, таможни и трансграничные перевозки, склады в Украине и последние миля до передовой. Мы теперь просто откроем эту инфраструктуру для всех волонтеров. В НБУ заявили, что новые лимиты не угрожают волонтерству. В апреле регулятор ввел послабление для такой деятельности. Физлицы могут покупать и использовать иностранную валюту за границей для приобретения товаров оборонного назначения в рамках ежемесячного лимита в 400 тысяч гривен. Чабанян отметил, что агрессивная политика НБУ была известна и до войны, а от новых ограничений проиграют только украинские банки и бюджет. Напомним, 24 февраля Национальный банк лимитировал снятие наличных и зафиксировал курс гривны. В апреле регулятор ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан, которые затронули и криптовалютные транзакции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.